Война. День 269. Ситуация на фронтах. Последнее время россияне активно используют дроны Камикадзе Вансет для ударов по украинской технике. Недавно они опубликовали кадры якобы поражения украинской радиолокационной станции С-300. По имеющимся кадрам аналитики Ukraine Weapons Tracker выяснили, что это был поражён макет, а не настоящий комплекс. И всё бы ничего, такое бывает. Но дальше аналитики Geoconfirmed решили выяснить время и место поражения макета. И оказалось, что это российский макет комплекса, и располагался он на подконтрольной россиянами части Херсонской области до их отступления. Причём находился он там минимум 2 месяца. Таким образом, россияне опубликовали кадры поражения своего же макета. Вполне может быть, что исполнители знали, что это их макет, но сделали это для обмана начальства и получения наград или вознаграждений. Альянс Свободы Несмотря на критику ранее, сейчас Германия оказывает довольно существенную помощь Украине в противостоянии российской агрессии. Недавно был опубликован список поставок вооружения, и он весьма внушительный. Из наиболее весомой поддержки это поставка зенитно-ракетного комплекса ARIS-T, который хорошо себя показал в действии 14 самоходных артиллерийских установок Panzergauwitz 2000, 5 реактивных систем залпового огня Mars-2, 30 бронемашин Dingo, 30 зенитных самоходных установок Gepard, 50 бронетранспортеров M113, 3000 гранатометов Panzerfaust, 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и многое другое. Восток Продолжаются приграничные обстрелы в Самской и Харьковской области. Бои идут по направлению Сватова-Кременная. Россияне предпринимают тут контратаки, но продвинуться не могут. На правом берегу Донца россияне атаковали Белогоровку, Спорное и Солидар. Ожесточенные бои в районе Бахмута. Россияне непрерывно атакуют там украинские позиции, не жалея своих сил. Но о каких-либо продвижениях неизвестно. В районе Авдеевки россияне пытаются атаковать с севера Красногоровку, но продвинуться не могут. Южнее российские войска активно давят на украинских защитников в Первомайском. Село было почти сравнено с землёй, российским артиллерийским огнём, что вынудило украинские силы оставить некоторые позиции в юго-восточной части. Также россиянам удалось продвинуться ближе к Невельскому и захватить расположенные поблизости украинские позиции. В районе Угледара идут бои, но о продвижениях неизвестно. Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Как минимум один человек был убит. Также ночью они из реактивных систем залпового огня обстреляли Никополь и Марганец. Юг Херсон прибыл первый поезд из Киева. Из любопытного локомотив толкал перед собой платформу на случай минирования колей. В городе всё ещё отсутствует свет и вода, поэтому людям приходится готовить пищу на улице, а воду набирать из водоёмов. На фронте сообщается о артиллерийских обстрелах, но интенсивность их не столь высока, как на других участках. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями, подпиской, очень важно. Также колокольчики огромные. Спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Субтитры подогнал «Симон»!